И также сегодня я хотела бы поговорить, что мы, я думаю, что вы знаете Пиро Лисони, один из самых важных архитекторов на globe, для интерьеров глобальных. Он делал Casino B&B Италия на выставке в Кернинг. И вообще, как он наш директор, он будет делать Бофи и Ливани. Ну, название вот этих мебельных компаний, он является карт-директором. И такие люди, как он, говорят, что сейчас есть такая важная тенденция, не только для неонардистов, но вообще мировая тенденция. Тенденция в архитектуре, в интерьере сейчас, уйти от такой холодной современной архитектуры, использовать больше такие тактильно приятные ткани, текстуры. И ткань это как бы самый лучший путь получить как бы ощущение вот от этого, да? Например, вот этот архитект, вот этот архитектурный проект, как он меняет комнату. Если вы видите, вот сверху висит ткань, это ткань силки называется у неонардистки. И когда вам нужно создать индивидуальную какую-то особую атмосферу, это всё опускается вниз, и получается некая комната, где люди сидят обособленно. То есть используется вместе вот и ткань, и какое-то архитектурное разделение, архитектурное пространство. Если вы хотите, здесь столько места, пожалуйста, присаживайтесь, очень много пустых стульчиков. Это вот, например, Nike. Это же Christian Dior. Вот там внутри, вот внутри, где полочки стеклянные, там наши ткань. Вот там смалька, да. Это глиссе внутри. Это такой дизайнерский музей. Это вот тоже мне бы хотелось показать вам, как текстиль может сконструировать комнату. И дает нам больше возможностей как бы составить дизайн комнаты, помещения. Это очень известная инсталляция. Мы сделали этот заказ бесплатно. Потому что это было в центре Помпеду, когда 500 тысяч человек прошли сквозь. Это было, конечно, вообще невероятно. Леонар Партон, это очень известный архитектор в 1971 году, сделал такую инсталляцию. Вы знаете, есть Пантон Чея. Уху, ну что? Это была в видение для Кольца Ферия в 1971 году, как люди будет создать их апартаменты в будущем. Это видение 1971 года на выставке в Кёльне, будущее апартаментов человека. Для меня это всё ещё очень-очень далеко. Прикольная инсталляция, да. Это для Патриция Океола мы делали инсталляцию. И сейчас, когда мы будем говорить о новой коллекции, о новом дизайне, это всё мы получили, как бы это все наши впечатления, которые мы получили от этих проектов и привнесли в новую коллекцию. Вот, например, здесь мы сделали инсталляцию для музея, мисс фан дер Ру, мисс фан дер Ру, 1927 год, реинсталляция. Это японский художник чего-то, он сделал вот такую инсталляцию. Называется любовные записочки. И мы также спонсорами Ауди Фэшн Бит, который спонсирует молодых дизайнеров. И они вот, например, используют день и ночь, наша ткань, вот на штутиках. Для костюмы. Паппеты, топ модель. Линни, глава дизайнера, Эскада, дизайнер, глава дизайнера. Стал на Али Север. Мы видели их в прошлом году здесь. И главный дизайнер. Это впечатление от наших коллекций. Мы уже выставлялись на нескольких выставках, получили огромное количество комплиментов, положительных посылок. Элина тоже была. Алина. И ты. И это для того, чтобы представить, что влияет на коллекцию. Я даю больше информации. Наши вопросы до сегодняшнего дня? Ну, это такая немножко наступительная часть. Какие-то вопросы? Нет? Юра. И первая коллекция. Я представлю вам это Outdoor Collection. Это как Trivira CS 15 лет назад. И это так же, как три вира 50 лет назад, когда вы садитесь на нее, трогаете, извините, стираете коку в нее, в общем, это неприятные ощущения такие были. Это такой процесс. Это как-то долгий был процесс производства определенного волокна, чтобы получить то, что вы хотите. И мы получили очень хорошее волокно, из которого сделали замечательную коллекцию аук. Начинаем с классической полоски. Вы можете видеть, что это полипропилен, это антифунги, это действительно можно оставлять на улице и мучу этому не будет. И она достаточно классичная. У нас здесь 20 цветов и в том числе вот такой вот легкий зеленый. Это все для наручных декораций. Это также защищает от ветра. И это как комбинация, то есть однотоник вам всегда нужен, да? И вы абсолютно должны быть уверены, что это экстремально хороший профиль. Для начала, просто чтобы почувствовать и стать экспертом, нужно потрогать все это. И в том числе, в том числе того, что вам нужно сделать это. Все это есть в комбинациях, конечно же, желтый, голубой. Я тоже хочу дать вот этот вам. Он потяжелее. Позже я вам скажу, но уже более подробно, этот край уже получила премию как новая, инновационная и техничная, ну, по инновациям техники производства. Если вам нужны какие-то фотографии, вот как это все выглядит, пожалуйста, обращайтесь к Алине, она даст вам все это. Также мы имеем ввиду, что после четырех недель, высокая копия маленьких буклетов, которые вы можете действительно дистрибировать к вашему клиенту. Это превью осенняя. И я хочу показать два более основания из коллекции. Это демаут, который очень приятен на ощупь. С одной стороны он выглядит как лёг, ну и с другой стороны это демаут. Но он мягкий и пластичный. У нас 15 цветов. Это следующий стандарт из осенней коллекции. Ткань Силинсио. Ткань Силинсио. Это ткань, та, которая как бы всегда характеризуется нордиста, это отбойной ширины, три вира, хороший прайс, стирается, все, чем как и нордиста знаменит. В прошлом году я вам представил хлопок 280 сантиновое плетение. Мы сделали 43 цвета. Потому что был очень большой успех, и был умерительный количественный цвет. В прошлом году я вам расскажу о первой коллекции. Мы сейчас будем говорить о первой коллекции. Мы называем её pure perfection. Я уже вам говорила, что мы постоянно думаем о тенденциях, о комнате, ощущениях внутри комнаты. И первое, что мы делаем, прежде чем создать. Pure perfection – это всегда минималистический стиль. Натуральной ткани. И обязательно внутри, конечно, должны быть инновационные такие вещи. Потому что мы не анарзисты. Но это до сих пор постоянно используется. Постоянно. И новая коллекция – это история традиционного чайного японского домика. И вы знаете, что там всегда некий баланс полу тени и света и каких-то таких вот сочетаний. И мы назвали нашу книгу не просто pure perfection, а good perfection. Мы говорим о том, что мир все больше и больше, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы. Становится коммуникативным, да, таким. Текстиль или архитектура. Текстиль или архитектура. Могут сделать отличные. Могут сделать небольшое ощущение. Как бы, внутри этого. И сделать это внутри настолько великолепным, да. Быть внутри великолепным. Немножко, может быть, отпустить даже контроль. И опять же есть идея – это свет и тень. И это привело к нам к коллекции, где мы говорили, как я могу сказать, натуральные материалы, инновации. Вы меня простите. Вот половина то, что он говорит, я из-за вас не слышу. Ну, конечно, вы же мне прям бог говорит. Простите, пожалуйста. Ну, все эти ткани, все наши артикулы – это, конечно, то есть, самая основа – это натуральные материалы. Но мы добавили некие колористические тенденции, такие как немножко розового. Такой розовый ток. Которые комбинируются с кобальтом, бешевым или голубым. Потому что их нет. Осторожно. И вот. И вот. И вот. коллекция этого года. И это, как в неделе, совершенно прозрачная, такая полупрозрачная и непрозрачная. И все играют вместе. И опять-таки это совершенно замечательно играет вместе с натуральным этаном. Вот ткань и шерсть, например. This is the first I like to explain, because it's typical Niyana Disco. This is a pure linen, together with a so-called raffia, which makes a very cool young, new look. And it's a very cool young, new look. To a linen, it's also perfect. It's a combination. And the head of design Alice told, I will bring you one item, this item, only to think about recreation, is close to ten years old. Вот этот артикул десять лет назад. Ну вот посмотрите, что он вместе делает. And in an environment like this, it's perfect together. And I'd like to turn around this, touch it. And this here we also add perfectly this range. And this here we have two. So, we have two. And this here we have two. Вместе может сыграть. Следующее. Это совершенно инновационный металл. Ой, материал. Это не тканное полотно, а флис. Вместе скреплены такими вот... Вы можете увидеть это также на картинке. Следующее. Это принт. Еще раз. Что когда мы заходим в музы, это уже как бы бесконтрольно, да? Когда ты начинаешь делать. Серый цвет, который нанесет на 100% хлопа. И получается такой 3D эффект. Вторая гибка. Это голубая наша тенденция. Это так называемый Хубальт Блю. Хубальт Блю. Что это называется, да? Также, здесь у нас есть. Я уже показывал. Великолепный, стопроцентный лун. Это называется Брабант. Двоей ширины. И также имеет эту непрофектную структуру. Такая великолепная структура. Так это делает ее приятнее. Приятнее. Кольнская выставка уже дала премию. Эдинкальный. Инновационная ткань. Инновационная. Инновационная ткань. Так вы видите, немножко блестящая эффект у этой ткани. Это Копа. 20 великолепных цветов. 20 великолепных цветов. И все. Посмотрите, они вместе играют. два дня назад я был в Санкт-Петербурге и когда я дал вот эту ткань по кругу особенно люди, которые слушали меня это очень хороший, прозрачный, стопроцентный шерф это мы называем армани-фабрик и это стирается а девушки в Питере так запутаются они такие приятные, тактильные возьмите, возьмите детство бриллианты это показывает блин-блин перцающий эффект три цвета ну, нейтральный, серебряный и черный и это вот такая для каждодневного использования бань это три гера ЦС, конечно же но выглядит совершенно как натуральная и очень приятно ее пробовать так все слышно, что я говорю или нет? это права про банк помните, да? такой приятный лед и мы называем ее пандавелла пандавелла очень хорошая ткань эта ткань им очень удобна тем, что вы можете использовать ее в двух направлениях она широкая и полоски могут идти как горизонтально, так и если так и вот этот очень интересный цвет шерф есть Лён Рафия с леденом тоже с блестящим эффектом Натуральная фривира. И лен. Я забыла, наверное, сказать, что это уже постиранное, до того, как произвести Духаней, уже молоком стираем. Это очень удобно для того, чтобы потом ускорблено. Это очень удобно для того, чтобы потом ускорблено. Потом и дрей. Левше стирать. Две обычные примеры, Яко и Юма. Две обычные примеры, Яко и Юма. И последнее из Пуперфекционной коллекции. Ямба в белом. Вы портали все, да? Ямба в белом. Это у коллекции Пуперфекционной коллекции. Две обычные примеры. Ямба в белом. Две обычные примеры. Две обычные примеры. Две обычные примеры. И это такая коллекция, которую мы взяли из архитектуры. Это известный центр в Пампадуе. Это известный здание в Парис.